Добрый вечер, в студии Дмитрий Ярошенко. Я и журналисты службы информации расскажем вам о главных событиях округа к этому часу. Сегодня в Нижневартовске выбрали главу города. Покажем, как это происходило. Проект САД-6169 из Ханты-Мансийска занял первое место в своем треке в международном конкурсе «Мы вместе». Еще один проект из Югры ожидает решения жюри. Впервые увидели снег и остались в Нижневартовске на год. В столице Самотлора трое студентов из Африки будут готовиться к поступлению в югу. И обо всем подробнее прямо сейчас. Инвестиционный опыт региона презентовали сегодня на всемирной универсальной выставке «Экспо-2020» в Дубае. Это одно из крупнейших международных событий. В нем участвуют 192 страны. На площадках форума обсуждаются важнейшие проблемы и возможности современности через культуру, общество, экологию и экономику. Делегацию Югры возглавила губернатор Наталья Комарова. Она поделилась опытом в развитии инвестполитики региона и обозначила ее приоритеты на тематической панельной дискуссии. Также югорчане приняли участие в деловой сессии «Креативная экономика» от стартапов до создания новых индустрий. 5 декабря пройдет День Югры. В программе тематические сессии и заседания инвестиционного клуба. У нас в регионе потенциал в этом отношении сформирован очень давно. И тогда, когда мир определился с тем, чтобы выводить креативную индустрию, вот этот творческий подход, вот этот интеллектуальный запас человека выводить в индустрию, мы посчитали, что это наша дорога, наш путь. И поэтому занимаемся этим так, как это требует формирования и развития той или иной индустриальной отрасли. Новым главой Нижневартовска стал Дмитрий Кощенко. Такое решение сегодня приняли депутаты городской думы. Перед ними кандидаты, которых отобрала специальная комиссия, выступили со своими концепциями развития город. Проект Кощенко показался парламентарием наиболее привлекательным. На его реализацию у мэра будет 5 лет. Он вступит в должность уже завтра. На месте события работал наш корреспондент Алексей Шабанов. У него узнаем подробности. Итак, Нижневартовск получил нового городоначальника. Им стал теперь уже бывший исполняющий обязанности главы города Дмитрий Кощенко. Эту должность ему пришлось занять после того, как неожиданно в мае нынешнего года в отставку ушел предыдущий глава Василий Тихонов. Выборы проходили в условиях полной секретности. Информации не было почти никакой. Только сегодня мы узнали, что первоначально документы на должность главы подали 8 человек. Работала специальная комиссия, в которую входили городские и окружные эксперты. Эта комиссия анализировала документы. В результате до финального этапа были допущены три кандидата. Это депутат Думы Нижневартовска Сергей Землянкин, Дмитрий Кощенко и еще один заместитель Василия Тихонова, бывшего главы Нижневартовска. Это Виктор Ситников. Сегодня все три кандидата выступили перед депутатами. Правда, Сергей Землянкин свою кандидатуру снял сразу. Ну и Дмитрий Кощенко и Виктор Ситников представили свои проекты, после которого депутаты проголосовали. Ну и абсолютным большинством победу одержал Кощенко. 24 голоса, все депутаты проголосовали за. Из лучших надо было выбрать того, с кем город пойдет дальше, кому город действительно окажет кредит доверия. А на сегодняшний день кредит доверия, он большой. Я могу сказать, что его нужно оправдывать. И показали выборы, которые прошли буквально несколько месяцев назад, о том, что люди ждут от нас реальных дел, решения их насущных проблем. Я до конца не осознал, наверное, то решение, которое сегодня приняла Дума, но я уже до этого говорил, что мы, понятно, что сознательно идем на этот шаг, потому что понимаем, что нам надо дальше двигаться, развиваться, развивать город и, конечно, создавать комфортные условия для жителей нашего города. Необходимо отметить, что кандидатура Дмитрия Кощенко поддержала губернатора игры Наталья Комарова. Оказалось принципиально важным, что Кощенко из команды Василия Тихонова, которая со своими обязанностями по руководству города справлялась. Ну и, в общем-то, сегодня, защищая свой проект, Дмитрий Кощенко говорил о том, что продолжит проекты предыдущей команды, это и благоустройство городской среды, и повышение уровня жизни. Как финансист он отметил, что нужно будет работать над наращиванием потенциала бюджета и формировать свой налоговый фонд. Также он заявил, что будут продолжены популярные в Нижневартовске проекты марафон благоустройства и инициативное бюджетирование. И отдельное внимание уделил осовершенствованию транспортной инфраструктуры города. Эта работа, собственно, сейчас уже ведется. Новый глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко работает в городе с 2016 года. До этого работал в других муниципалитетах Югры, то есть региональную составляющую достаточно хорошо знает. Ну, а Нижневартовскому он уже некоторое время даже поруководил как первое лицо, пусть и с приставкой ИО. Теперь эта приставка уходит в прошлое. Новый главой выбран на пять лет. И инаугурация состоится уже завтра. Алексей Шабанов, Сергей Зайкин, телерадиокомпания Югра, Нижневартовск. Делегация Югры также работает сегодня в Москве на международном форуме гражданского участия «Мы вместе». Его приурочили ко Дню Добровольца. Событие объединило несколько тысяч человек из десятка стран. От Югры в форуме принимают участие 47 человек. Это руководители и сотрудники социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтеры. В рамках выставочной программы югорчане презентуют два проекта. Добровольцы расскажут о внедрении федеральных практик в Нефтьюганском районе и региональной инициативе «Неделя добра». Кроме того, в рамках форума вручат и международную премию «Мы вместе». Напомню, 11 югорчан в финале. Победители получат гранты до 2,5 миллионов рублей на развитие своих проектов и путешествия по России, а также продвижение на ведущих площадках Рунета. Отмечу, что среди финалистов есть проект медиахолдинга «Югра. Мама в танцах». В треке «Медиа» проект «Мама в танцах» стали финалистами. И сегодня мы узнаем, стали мы призерами, а может быть даже победителями. 17.50 по Москве. Ждите, я надеюсь, хороших новостей. Уже известно, что первое место в своем треке получил проект «САД-6169» из Ханты-Мансийска. Это современный интерактивный парк, созданный исключительно руками горожан. У него нет управляющей компании. За ним ухаживают добровольцы. В этом году это креативное пространство стало победителем конкурса «Минстроя России». Его включили в федеральный реестр лучших практик страны по благоустройству. В Сургуте 11-классница стала обладательницей миллиона рублей и путевкой в любой вуз страны. Сургутянка победила в российском конкурсе. Среди учащихся большая перемена. Когда школьница собирается, куда школьница собирается потратить деньги? И сколько человек из муниципалитета участвовали в конкурсе? В следующем сюжете. Либо разность квадратов. Какой способ тебе? Второй, наверное. Ученица у классной доски – школьница, что называется, с большой буквы. Юлия Крайнова в этом году стала известна на всю страну благодаря своей эрудиции. Она победила в российском конкурсе старшеклассников «Большая перемена». На викторину она заявилась с работой о том, как можно развивать диспансеризацию в России. С больничной темой девочка знакома с пеленок. Мама работает врачом. На финале, ну это уже для всех школьников, которые участвовали в конкурсе, у нас была тема экология. Наша группа занималась разработкой мер по защите водных источников. А на финале нам попался блок образовательной технологии, и мы создавали проект профориентационной платформы. На финале нас миксовали с абсолютно разных городов России, а на полуфинале у нас были ребята из Челябинской области, из Ямала-Ненецкого автономного округа, из Ханты-Мансийского автономного округа. Всего же на участие в конкурсе этого года заявилось более 2,5 миллионов школьников. Были даже те, кто приехал из-за границы. До участия в викторине дошли чуть больше 100 тысяч заявившихся. Пятеро из них были из Сургута, четверо вернулись в Югру с призами. Большая перемена – это всероссийский конкурс, который знаем, что по инициативе Владимира Владимировича Путина и участниками этого конкурса всероссийского были наши сургутские ребята. Пять из них попали в финал, четверо стали победителями. Поэтому очень рада за наших детей, которые… Это 11-классница из гимназии Салаховой получила 1 миллион рублей именно на продолжение получения образования. Это четверо детей 10-классов, это трое детей 10-классов, которые получат тоже по 200 тысяч. Юлия Крайнова, обладательница одной из главных наград конкурса, уже знает, куда потратить свой миллион. Как говорит школьница, свою первую профессию она уже выбрала. После школы собирается поступать в ВУЗ на врача или биолога. Уверена, что попадет на бюджет. Ведь еще одной наградой в Викторине являются дополнительные баллы при поступлении. А вот уже на вторую вышку она собирается потратить свой миллион. Ведь по словам Юлии Крайновой, именно в Викторине поняла, что не нужно зацикливаться на одном. Новый рубеж, как-то ты начинаешь развивать в себе новые какие-то навыки, раскрываешься с неожиданных сторон. Я так поняла, что мне очень нравится маркетинг. Совершенно случайно я это поняла, когда мы решали кейс на полуфинале. И для меня это еще одна возможность доказать самой себе, что ты справишься со всем, что ты сможешь что-либо сделать. И что на самом деле можно делать вообще все, что угодно, быть разносторонним человеком. Как говорят педагоги, Юлия это только один из примеров образовательной системы, которая направлена именно на разностороннее развитие человека. Это не только происходит в образовательной деятельности непосредственно. Это происходит и через реализацию дополнительных общеразвивающих программ нашего Центра дополнительного образования «Интеллектуал». Каждый ребенок, который проявляет какие-то успехи в направлениях совершенно разных, и в техническом, и в гуманитарном направлении, находит поддержку и сопровождение у педагогического коллектива. Педагоги надеются, что будущий год принесет им еще больше победителей знаменитого среди школьников конкурса. Ведь для разностороннего развития в Сургуте сделано немало в плане дополнительного образования. В городе есть несколько кванториумов для технического обучения детей, айти-куб для понимания программирования, не говоря уже о спортивных секциях и музыкальных школах. Евгений Неупокоев, Игорь Батищев, телеканал Югра, Сургут. В Нижневартовском государственном университете прошел день межкультурного общения. Его участниками, помимо местных студентов, стали ребята из Африки, которые приехали в Нижневартовск изучать русский язык. Всего на курсе три слушателя из Ганы и Замбии. Они проведут в столице Самотлора почти год, готовясь к поступлению в Югорский государственный университет. А пока студенты, которые впервые увидели снег только в Нижневартовске, знакомятся с одногруппниками и преподавателями. Первые соглашения по обмену НВГУ заключил еще в 2014 году и с тех пор значительно продвинулся в работе по международному сотрудничеству. Ежегодно ВУЗ принимает на обучение двух студентов из университетского колледжа Южной Дании, а также ребят в рамках квоты правительства на обучение иностранных студентов. На сегодняшний день здесь учатся 160 иностранных студентов, большая часть из них представители стран ближнего зарубежья. Вот в этом году мы впервые приняли студентов на обучение на подготовительном отделении, студентов из Замбии и Ганы. И также мы в следующем году будем принимать впервые студентов из Барселонского университета. Будут обучаться они до июня, будут проходить обучение именно, вот они втроем будут заниматься с преподавателем, так скажем, индивидуально, практически, потому что это у нас единственная группа студентов, которая будет осваивать и учить русский язык для подготовки к освоению основной образовательной программы. Коронавирусом в Югре заболели еще 232 человека. Положительные результаты тесты показали у жителей 19 муниципалитетов. Об этом сообщает региональный оперштаб. Больше всего заразившихся в Нижневартовске 47, в Сургуте 40, в Ханты-Мансийске 24 новых случая. В остальных городах и поселках по 18 менее заболевших. На момент постановки диагноза у 200 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 27 зафиксирована пневмония. Под наблюдением медиков находится 15,5 тысяч угорчан. Состояние 146 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 109 подключены к аппаратам ИВЛ. При этом 255 человек победили коронавирус. В Ханты-Мансийске отменили торжественное открытие горнолыжного сезона. Об этом сообщает на официальном сайте Югра Мегаспорт. Ранее анонсированную развлекательную программу перенесли на более поздний срок. Это связано с постановлением губернатора автономного округа о продлении запрета на зрелищно-развлекательные мероприятия до 20 декабря. Данная мера – это противодействие распространению коронавирусной инфекции. Впрочем, сезон горных лыж, сноуборда и других видов активного отдыха на Хвойном Урмане все равно стартует. В эту субботу в 11 часов откроется прокат спортивного инвентаря, канатная дорога, каток, а также аренда юрт и беседок. А вот тюбинговая трасса пока работать не будет. Добавлю, что доступ на горнолыжный комплекс будет осуществляться только при наличии QR-кода или справки о перенесенном заболевании. Кроме того, соблюдение социальной дистанции и масочный режим также остаются обязательными. Компьютерную томографию в скором времени можно будет сделать в Нижневартовском районе. Необходимое оборудование уже закупили и готовят к монтажу в Излучинске. Сейчас под установку аппарата готовят помещение в районной больнице. На стены наносят специальную штукатурку. Боритовая крошка в ее составе защищает от радиационного излучения. Двери в помещении будут также рентгенозащитные. По завершении ремонта начнется монтаж оборудования. После его будут проверять на соответствие техническим параметрам, а затем лицензировать. Также необходимо обучить специалиста, который будет проводить обследование. Появление томографа в районной больнице сделает процедуру обследования более доступной, а значит позволит своевременно выявлять различные заболевания. Изучили вопрос по количеству обращений на обследование на компьютерном томографе. И я для себя вывод сделал, что необходимо искать спонсоров, привлекать дополнительные средства, инвестиционные средства. Благодаря поддержке Бориса Александровича, администрации района и спонсорам, которые выделили эти деньги, Лукоил Западная Сибирь, проведена большая работа. Прежде всего был сделан проект этого кабинета нового, выделено помещение, законтрактованы все виды строительных работ. А теперь к событиям, которые югорчане обсуждают в интернете. В Югре расширили перечень случаев бесплатного тестирования на коронавирус. Такое предложение поступило во время регионального оперштаба и сразу получило поддержку губернатора. Югорчане, проживающие в регионах, очагах, а также находившиеся в контакте с заболевшими, теперь будут бесплатно проходить ПЦР-тестирование. Сейчас исследование проводится бесплатно, если у заболевшего наблюдаются симптомы коронавирусной инфекции. Или же экспресс-тест показал положительный результат для подтверждения диагноза. Экипажи самолетов будут пользоваться спецсредствами, чтобы сдерживать буйных пассажиров. Список допустимых средств утвердит правительство РФ, а Госдума уже приняла соответствующий закон. Отмечу, он принят в связи с регулярными беспорядками на бортах самолетов, где от скорости реагирования на неадекватного человека зависит безопасность его судна. Ранее экипажам приходилось при помощи разговоров усмирять пассажиров, что не всегда получалось. Сейчас им на помощь придут спецсредства. Мультфильм из Нижневартовска получил гран-при конкурса «Полярная сова». Анимационный фильм «Ода жизни» создали в детской школе искусств Нижневартовска. Именно он завоевал статуэтку совы Норильского видеофестиваля. Фильм был создан коллективом ребят от 13 до 16 лет под руководством Олеси Медведевой. Ребята вдохновились композициями группы «Металлика» и создали свою неповторимую кинокартину о войне. За сутки на дорогах Югры произошло 33 аварии. Обошлось без пострадавших, сообщает Пресс-служба окружной госавтоинспекции. Во всех ДТП участники получили материальный ущерб. Не обошлось без штрафов. Полицейские задержали 7 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения. 6 человек отказались от медицинского освидетельствования. Еще двое сели за руль под градусом не первый раз. 24 водителя привлекли за выезд на полосу встречного движения. 17 югорчан нарушили правила перевозки детей. Сургутянин поверил мошенникам и потерял 3 миллиона рублей. Мужчина рассказал полицейским, что накануне на его телефон поступил звонок. Мошенник представился сотрудником банка и сообщил о подозрительной активности на счету югорчанина. Злоумышленник заявил, что подозревает о сговоре сотрудников банка и сургутянина и пригрозил заведением уголовного дела. Вскоре поступил еще один звонок, уже якобы из полиции. Мужчину заставили отправиться в ближайшее отделение банка, где тот взял кредит на 2,5 миллиона рублей и перевел средства на номер мошенника. Однако на этом обман не закончился. Аферист еще раз позвонил югорчанину и по той же схеме выманил еще 500 тысяч рублей с карты другого банка. После этого сургутянин позвонил в настоящее отделение банка, где ему сообщили, что их менеджер с ним не связывался. Вот тогда мужчина и отправился в полицию. Возбуждено уголовное дело, мошенникам грозит 10 лет тюрьмы. К концу 2023 года в Нягоне газ проведут почти к 2000 объектов. Такое решение приняли на окружном штабе в связи с поручением Владимира Путина. Президент поставил задачу достичь 83% газификации в регионах к 2030 году. Сейчас в Нягоне одновременно в нескольких районах ведут работы по обустройству газопроводов. Каждый день специалисты получают около 10 заявок, связанных с поставкой газа в жилые дома. В ближайшее время газ получат жители переулка Свердловский. Там на днях закончили установку газораспределительного пункта. Подрядчик заявляет, что в городе есть все технические возможности для установки газопроводов. Выполнить работу обещают в ближайшее время. Город на сегодняшний день построил высокую часть от присоединения от адреса речная 77 до начала этого переулка. Дальше низкую часть газопровода низкого давления прокладывали уже Нягонские газоспределители со своим подрядчиком. И на сегодняшний день мы ждем сдачу этого объекта, как положено, в установленном порядке. Соответственно, потом, когда все это обойдется, будем передавать данные в единому оператору и ждать от них уже средств. Югорчанам рассказали о том, как проектировали одно из самых узнаваемых зданий Ханты-Мансийска. В честь 25-летия галереи Геннадия Райшева презентовали новую выставку. На ней собраны архивные фотографии, макеты и чертежи здания. Экспозицию показали впервые. Здесь можно увидеть изначальный макет здания, на фасаде которого изображена совершенно другая картина Райшева «Космос». Художник внезапно изменил решение, и теперь мы можем видеть над главным входом галереи пространство Сибири. Ее площадь 700 квадратных метров. Кроме того, зрителям рассказали, что галерея могла появиться по другому адресу. Например, на месте бывшей мастерской Райшева по улице Ленина. Также рассматривали перекресток Мира и Калинина. В итоге здание идеально вписалось в пейзаж Ханты-Мансийских холмов в центре города. Следить за новостями телеканала «Югра» можно в Инстаграме и ВКонтакте. У меня на этом пока все. Будьте в форме и не сходите с дистанции. С вами был Дмитрий Ярошенко. До встречи на телеканале «Югра».